Всем привет! Сегодня поговорим немножко про адаптацию к другой стране, это относится к любым странам. Я буду говорить про мою адаптацию к Турции, какая она у меня была. И я пришла конкретно к хорошему одному выводу. Вы все знаете, есть в интернете стадия адаптации при переезде, это ко всем странам относится, типа психологический такой момент. Почитайте, познакомьтесь, может вы это уже читали. Но я что здесь сейчас вижу на вот этой волне иммиграции, с чем люди сталкиваются, и смотря на них, я вспоминаю, что со мной было практически то же самое. Но у меня, возможно, был более короткий промежуток времени, несколько месяцев, таких же ощущений. А некоторые люди в этой стадии застревают на годы, на месяцы. Это очень тяжелая стадия полного отрицания, когда ищут недостатки, все не нравится, все не то, не так, как было дома, все сравнивают, застревают в прошлом своем. Соответственно, люди такой позиции, они не открыты к чему-то новому и не видят ничего хорошего в новом месте. Есть еще немножко другая, это же стадия, но в другом контексте, когда людям все очень супер нравится, и когда они очень сильно не любят то, что у них было раньше. Это, в принципе, один и тот же период, то есть люди в две крайности впадают, да, или полное отрицало во всего нового. Трудно привыкать, либо очень сильно тут влюбляются, хвалят все, а все, что было до, гадят. Надо найти баланс. Понимаете, главная идея, к которой я пришла, нельзя сравнивать, что было до и что сейчас. Смысла никакого нет, логики в этом нет, потому что это две разных страны, это две разных жизни. Ты можешь только для себя понять, что у меня начался новый этап в жизни, все будет по-новому, по-другому, и оно не должно быть похоже, как раньше, или быть лучше, как раньше, или быть что-то похожее. Это мы к этому должны, чтобы легко пройти адаптацию, мы должны к этому относиться к новому просто как данности. Да, это есть, например, это мой осознанный выбор. Ну, берем, что имеем. Пытаемся, например, на месте решить какие-то проблемы, улучшить что-то, что не нравится и так далее, да. Принять или не принять, это всегда, например, можно развернуться и ехать обратно. Так вот, к чему вся эта триада идёт? Очень часто в интернете я вижу, блин, как многим всё здесь не нравится. И молока на соевом, как в Москве, нет, и тому подобное. И вот это уже просто байки, это именно последняя волна, кто с осени сентября переезжал. Первое, я хочу сказать, что кто к этому сходит? Люди, которые делают свой выбор неосознанно, не хотят сопротивление, вот это огромное выстраивается ко всему новому, начинают гадить, хаять то, куда они приехали. Я всегда, может, я плохая, неправильное дело, я этим людям всегда говорю, если у меня такие диалоги бывают, или на меня такое выходит, я всегда говорю, блин, разворачивайтесь, ездите обратно. Если вам там плохо, то тогда уж и тут будьте добры, принимайте, что есть. Вам никто не должен под вас подстраиваться здесь, адаптировать вас, это ваш выбор, и будьте взрослыми, повзрослеть. Очень часто внутри это дети, а не взрослые, готовые люди, вот такие потрясения переживают, впадают в какую-то депрессию, или у них какие-то психологические откаты, прям в детство бывает, топают ножками, сопротивляются и так далее. Чем ты больше сопротивляешься, тем больше у тебя проблем будет. Ты либо обратно уедешь, либо будешь здесь страдать. Поверь окружающим, всем наплевать, что с тобой происходит, и если он иностранец, он сам это всё когда-то переживал. Как можно быстрее прожить этот нелёгкий период, принять то, что есть. Не сравнивать, никакого сравнения, никаких ожиданий. Я думала, тут будет лучше, а тут всё, например, плохо. Это тоже сравнение, по сути, но неоправданных ожиданий, чтобы ничего не ждите, ничего не сравнивайте, и ко всему, даже к проблемам, относитесь как к новому. Новое испытание, новая проблема. Все проблемы заканчиваются, всё заканчивается, и это тоже закончится. Соответственно, после этого будет что-то хорошее, или будет мне легче, будет спокойнее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть внутри вот этот диалог с собой надо вести. И понимаете, что тебе говорите, это моё сопротивление. Если мне здесь всё так не нравится, это не страна плохая. Очень многие, кстати, я знаю девочек, которые переезжали потом обратно, что-то у них не получалось. Там расставались, кто замуж, уходил за турков или ещё что-то. И говорили, что проблем это в стране нет. Это я была такая, потому что я сама не знала, чего я хочу, или не оправдались мои ожидания, или мной там никто не занимался, да, мои там адаптации или ещё чем-то, да. То есть это проблемы индивидуально человека, а не страны в комплексе, целом и так далее. Как у меня проходил этот период? Я очень долго его оттягивала. Возможно, я чувствовала, что этот момент настанет. Мне не хотелось прирастать сюда корнями какими-то. Я себе создавала иллюзию, ощущение, что я живу на два дома. Я летала домой каждые три месяца. Это было очень долго, год или полтора, или два примерно первых, потому что у нас были прямые полеты Turkish Airlines. Это комфортно. У меня было очень много всяких миль. У меня муж очень много летал по работе. В общем, летать бизнес-классом раз в три месяца, как бы, это классно, я скажу, это удобно. Была такая возможность. Пока там не прикрыли прямые полеты, Turkish Airlines не выдавились с рынка. И потом стала летать мне накладно 12 часов с пересадкой в Москве, аэрофлотом, а не туркишами, бизнесом. Знаете, такое себе удовольствие. И я эту лавочку пришлось прикрыть. Просто тупо вот так сложилось и время, и всё такое прочее. В общем, этих полетов не стало. Стало трудно летать именно. Не так это легко было сделать. Купил билет, и на него завтра летишь. А тут теперь проблемка. Тяжело это. Вот эти полеты мне помогали привезти еду какую-то, гостиницу себе, ощущение, создать себе такую маленькую Россию по питанию, по какой-то общению со своими родными. Я ходила к косметологу, к парикмахеру там у себя дома. Здесь этим ничем не пользовалась. Я сейчас понимаю, это было неправильно. А это, ну как правильно, нельзя оценить правильно или неправильно. Сейчас бы я так не делала. Потому что я больше оттягивала стыковку с местными, с местной жизнью, да, с менталитетом. Я просто не хотела видеть какие-то проблемы. В общем, старалась как можно больше оттянуть этот момент. А в адаптации что хорошо? Чем ты быстрее с головой в омут окунаешься, чем быстрее сталкиваешься, быстрее учишь язык, быстрее общаешься и всё прочее, ты быстрее здесь адаптируешься. И вот эти этапы, они все быстрее проходят. Вот ты ни на каком не подзастрянешь и быстрее будешь чувствовать себя как рыба в воде и комфортно. Это классно. Но в моём случае у меня были друзья, общения, этого вообще всегда хватало. Я учила, ходила на курсы турецкий язык. Но вот эти мои тоска, назовём так, по родине, меня немножко тянуло назад. У меня не было сопротивления, что я здесь всё ненавижу, здесь всё не то или всё здесь плохо. Никогда так не думала. Я просто, я сразу понимала, что по-другому. Не так, как раньше, но по-другому. Но и меня успокаивало то, что уже здесь как-то люди доживут и ничего. Значит, и я привыкну. И тем более человек такое животное, которое адаптируется абсолютно ко всему. Труднее мне в адаптации дался вот этот разрыв расставания с родственниками, с близними моими. Тем более у меня семья такая вся-все вместе, все праздники, дни рождения всякие там и там подобное. Новый год и так далее. То есть у нас принято собираться, там шашлыки жарить, торты там стряпать друг другу, Пасху отмечать и всякое такое. То есть вот этого объединения мне было очень тяжело, когда все в семье собирались. У меня звонили видео там в скайпе. И я такая в обломе такая, классно, да, да. Я тоже к вам хочу. Я поэтому очень сильно скучала, было тяжело. Но муж у меня молодец. Он мне старался максимально все это скрасить, компенсировать. И я помню свой первый день рождения здесь в Турции, когда я переехала ко мне, прилетела мама на день рождения. И он собрал кучу всяких каких-то своих знакомых, друзей, людей вообще на мой день рождения. Он мне заказал ресторан. Мы там отмечали людей, которых я даже не знала. У меня были гости, которых я не знаю, кому-нибудь дарили подарки на это рождение. А я не знала, кто это, их имя. Он мне подозревал. Я говорю, зачем ты это сделала? Потом говорит, Калина старалась, чтобы были какие-то там, ну, максимально там, в общем, движ какой-то, да, знакомства, друзья. И вообще, чтобы ты чувствовал себя как дома. Я говорю, да, классно, только они мне родственников не заменят. Это чужие для меня люди, которых... Ну, я познакомилась, спасибо, кто-то стал моими знакомыми, друзьями, но, как бы, родственников мне с родиной это не замещает никаким образом. Больше мы так дни рождения с неизвестными людьми для меня не отмечали. Потихоньку. Я вам сразу скажу, чем быстрее ты знаешь язык, тем быстрее ты входишь, естественно, в жизнь, в социум здесь. И ты рыба в воде. Язык — это всё. Но, к сожалению, я сама это отторгала, мне было тяжело давался турецкий язык, он мне вообще никак не ложился на ухо, это всё трудно, тяжело, и бля. Я брала уроки, я вам рассказывала, я училась в школе, это английского, турецкого школе, языка, короче, иностранного. Потом я ушла к персональному педагогу, очень классная учительница у меня была, которая мне дала всю базу, грамматику, постановку предложений, всего-всего-всего словарной запасы. Просто она в один момент сказала, Галь, ты всё знаешь. Прикиньте, мне препод сказал, я не буду тебе вести уроки, я тебе всё рассказала, всё. То есть можно было ещё деньги тянуть бесконечно, по сути, да? Там выводить на диалоги, потом ставить. Она говорит, я не буду тебе на диалоги ставить, ты со мной научишься так, как надо. Ты должна учиться среди людей, среди общества. Вот ты знаешь правила, иди. Ну, она мне так помогла вот этот языковой барьер преодолеть, чтобы у меня был стимул какой-то с людьми больше контактировать именно в быту, не с друзьями безопасными, да, а с людьми в обществе здесь. Вот когда я забеременела, и мне пришлось ходить в больницу, узнавать всё, хотя у меня был русский гинеколог, потом я поняла, что он меня так стрёмненько не очень ведёт. Я проверяла её у турецкого врача, и нашла классного врача. Он был вообще, на самом деле, оставаться у него дальше рожать, на самом деле, вести беременность. Короче, я с ним так общалась, мне очень понравился. Классный врач был. Я поняла, что я задаю вопросы, интересуюсь, всякие анализы. Я поняла, что я могу ходить в больницу без мужа одна. Это самостоятельность. А потом я начала больше со всеми, со всеми. Я вникаю даже вот в такие, да, темы медицинских анализов каких-то. То есть узкая специальность. Я такая, ой, я в этот момент, я что, говорить могу? О, классно, оказывается, я научилась. Вот так это произошло. Ну, потом уже, когда ребёнок родился, уже ты ответственность берёшь, что мать, болеет ребёнок, всякие педиатры, социальные вопросы, садик, вся история пошла. Тут уже всё. Ты уже, я почувствовала, что да, всё вот оно совершилось. Я здесь адаптировалась. Всё, у меня вот роды. Это был такой момент переломный на самом деле. Вообще последний, когда я поняла, там, типа, можно использовать слово «отурчанилась». Про отурчанивание. Я вообще к этому слову, термину ничего плохого не несу. Мне это слово нравится. Я вообще считаю, что я в себе смогла сохранить моё что-то старое, принять что-то здесь новое. Вот это мультикультурность какая-то, да. У меня ребёнок говорит, дочка говорит, а я спрашиваю, это частый провокационный вопрос родственников, как из России, так и из Турции. А ты кто? Турчанка? Она мне, знаете, как говорит, я турчанка и россиянка. Вот ответ ребёнка. Я и то, и то. Я не могу из себя ничего не вычленить. Я вот такая. Вот у меня старая... Я не говорю, что я турчанкой стала ни в коем случае. Я очень сильно понимаю этих людей. Я понимаю, может быть, это моя профессия. Я работаю с людьми, с психологией. Я их больше понимаю нутро, этих людей. Почему они себя так ведут? Какие-то вот эти их моменты, особенности. Я их понимаю больше. Если бы я, например, не знала, назовём так, людей очень не сканировала, не видела причинно-следственные и всё прочее, мне было бы, может, труднее и непонятнее. У меня было бы отторжение. И мне помогла слиться психология, с культурой здесь с людьми. Ну, честно скажу, это просто козырь, да. Если мы куда-то приходим в какую-то компанию, ну, мужи там по работе какие-то могут быть, там, знакомые, типа, ну, не коллеги, а там по бизнесу что-то, какие-то временные, да, партнёры. Если у нас какой-то семейный там, а я ужин, какая-то встреча, очень часто спрашиваю, чем ваша жена занимается, да. Я работаю. Я работаю психологом, да. И люди очень с этому относятся с уважением. То есть, ну, в кругу моего мужа жёны работают, если что. Да, они сидят просто дома. Есть которые домашние жёны, но обычно мы все, типа, домашние жёны, которые после карьеры вышли замуж, родили детей, занимаются с семьёй, домом и где-то там или на удалёнке, или ещё как-то. То есть, ну, такой контингент просто такой, средство общества, да, люди, которые работают, что-то добиваются. Они, прям скажу, карьеристки, но кто-то чего-то где-то добился, да. То есть, не с интересами определёнными, с желанием реализовать себя. И вот когда я говорю, что, например, я психолог, или муж говорит, она у меня психолог, поверьте, здесь все очень травмированные, подавляющие, у всех сразу, это мне по адресу. Я вообще не встречала чуть-чуть разу случая, чтобы мне сказали, ну, классно, окей, и забыли. У всех сразу какие-то вопросы появились, всем это интересная тема, потому что, ну, и тоже у людей, они готовы здесь очень многие открываться, изучать свои, назовём так, проблемы, работать над собой. Это очень, кстати, большой ключик в общении с людьми. Это вызывает определённое доверие, мы уже по-другому общаемся, сразу же, сколько об этом узнали, уже отношение другое совершенно. В общем, это тоже позитивно и положительно. Когда говорят девчонки про какие-то проблемы с турецкими родственниками, если они замуж за турков выходили, вот эти все адаптации, это тоже определённые девчонки проблемы. Я вообще к выводу большому пришла, это вопрос личных границ, которые будут нарушать, и позволите ли вы это нарушить или нет, выстроите свои правила или нет, весь секрет в этом заключается. У меня как такого нарушения личных границ от свёкров не было, попытки были поначалу, не то, что меня нарушить границы, а, например, попробовать сделать меня такой, как они хотят, там, турецкие традиции, всякое-то поведение, ещё какое-то максимально меня адаптировать, я бы сказала, да. Но я в один момент сказала, понимаете, я другая, я из другой культуры, я в себе это никогда не сотру пальцем, не раздавлю, ваше я принимаю, но своё я не отвергаю, поэтому давайте я как-то сама найду, вот она, личная граница, у себя баланс, я буду придерживаться каких-то правил поведения, культуры и так далее, а вы там тоже меня принимаете с моим, например, прошлым, с моей историей, с моей культурой. Поэтому у меня у свекрови там хлебница из бересты стоит на кухне, там, какие-то декорные, там, всякое прочее, то есть она принимает культуру, там, платочек с хохлобой, там, росписью тарелочки, всякая такая история у неё тоже дома есть. Она об этом с гордостью говорит, она мною гордится, кстати, мне это очень приятно, она с гордостью говорит, у меня у мужа жена, наша невестка Инги, она у нас русская, да, она у нас то-то-то-то-то, она, всё, короче, человек это, именно, как свекровь, всё круто, вообще мужик по барабану, ну, свекровь у нас такое отношение, как бы, мне это тоже приятно, в общем, короче, проблемы в этом плане, ты-в-в-в-в, не знаю, где постучать, наверное, да, нет, но, я не скажу, что это прям легко было, ну, приходилось, да, объясняться поначалу, ну, расставить эти границы, я просто поняла, что если я это не сделаю, кто это за меня делать будет, это же моя жизнь, я не могу на мужа всё свесить, и ножки, и ручки, и сказать, давай за меня решай, или сталкивать его лбами, с его родителями, что-то там противиться, или ещё что-то, ну, такого вообще никогда не было, но я поняла, что к этому может прийти, да, если я буду то, что я особо-то умной, и буду там что-то сидеть, выпендриваться, надо саму решать свою проблему. У нас несколько уже похорон, к сожалению, было у мужа, я вот на них присутствовала, именно ритуалы. Год назад ровно у нас умерла у мужа бабушка, которая очень старенькая была, под 100 лет, и, скажем так, на мои плечи, так как у нас уже дочка большая, отчасти упала вот эта поминальная история, в этом надо было участвовать. Коран меня никто не просил, конечно же, читать, потому что я другой религии, ислам я, естественно, не принимала, но я участвовала, как слушатель, назовём так, в чтениях женским, по женщине, читали дуа, короче, вот эти вот все поминки, вся история, 7 дней, 40 дней, или 45, там не помню, 40 вроде, да, год, полгода, в общем, всё как полагается, и того вообще никакого вопроса не было, там были приглашены всякие тётушки из нашей семьи, а религиозные, да, кто это всё мероприятие, скажем так, проводил, читал, и так далее, в общем, я к тому, что никто не говорил, вы видите эту, там, другой религии, все там общались, разговаривали, поддерживали друг друга, я ребёнку это всё показывала, ребёнок у меня мусульман, ка, и можно тогда сказать, мусульманка, по сути, да, в общем, она это учит, потихоньку вырастет, определится, какую она хочет себе религию, в общем, давления с этим никакого нет, то есть абсолютно нормально, как и должно быть, если, когда говорят, на меня давят, плохо адаптация, что-то сопротивление какое-то, два момента, это в тебе сопротивление, в тебе проблема, или сопротивление обществу, или семье, которая тебя принимает, ты им чем-то не вышел, всё, если этих моментов нет сопротивлений, ты принимаешь новое, они тебя принимают, всё будет гладко, потому что вы в любом случае, каждый за счастье, по сути, да, чтобы жить спокойно, радоваться жизни, вот так вы и будете делать, но надо уважать друг друга, первое, это точно вам скажу, надо прислушиваться друг к другу, но при этом держать свои границы, отстаивать, вот тоже секретик такой, к чему я пришла, про адаптацию к семье, и так далее, вот такое видео у меня получилось, если есть подобные вопросы на такую тему, задавайте, буду подробнее рассказывать вам, делиться с вами, моя адаптация уже закончилась, поэтому тем таких очень мало на канале бывает, мне уже об этом неинтересно рассказывать, я вот то, что прихожу на такую тему, если я что-то встречаюсь, с кем-то общаюсь, с новенькими, кто приехал, что-то узнаю, вспоминаю свое, и так я думаю, да, надо, наверное, видео об этом снять, если кому-то нужна психологическая консультация, я в инфобоксе оставлю свою почту, обращайтесь, пишите консультацию, мы с вами встретимся в скайпе, если вы кто-то соскучились, хотите марафон провести, во второй половине января, после январских праздников, подумайте об этом, напишите темы в комментариях, мне будет интересно почитать, у меня есть в голове заготовочка про менталитет, про турок, про адаптацию, про отношения с турками, сделать четыре прямых эфира, здесь все моментики подметить, пообщаться на эту тему, кто за, пишите в комментариях, подумаем, как это организовать, спасибо за внимание, здесь и сегодня, сейчас, спасибо, всем пока, спасибо, Продолжение следует...